Юрий Виктор Владимирович, почти глава сельского поселения Тобольского района. Тобольского. Ушаров. У нас был шестой вопрос. Мы провели огромную статистическую работу с вашими материалами. Обошли все столы, это нам очень дорого стоило. Вот. И тема нашего вопроса, готов ли я предложить следующие инициативы по развитию территории. Какие именно? Какие именно инициативы? Естественно, инициативы здесь от нашего стола были и, соответственно, от всех столов, которые здесь присутствуют. Первое, это привлечение инвесторов, мы написали. Почему? Инициативы требуют определенных материальных затрат. Второе, улучшение дорожной инфраструктуры. Третье, организованный закуп продукции ЛПХ. Четвертое, использование природных ресурсов, дикоросов, рыболовцев, торф, сапропель. Пятое, развитие туризма. Шестое, организация ТОСов. Седьмое, создание новых рабочих мест. Восьмое, благоустройство территории, освещение, детские площадки, зону отдыха, спортивные площадки. Девятое, повышение культуры населения. И десятое, работа с молодежью. Вот, данные инициативы, ну, которые будут развивать наши территории, как мы считаем, я не говорю, что о нашем шестом столе, я говорю о всех присутствующих коллегах, которые здесь находятся. Вот. Ну, некоторые вопросы, наверное, требуют комментариев. Допустим, организованный закуп продукции ЛПХ, он присутствует в некоторых регионах, да, имеется в виду, районов, там, допустим, Вагайский, я слышал, и Ярковский, да. В основном обижает население на то, что очень малая цена закупа. Вот. Естественно, его нужно поднимать. Кстати, мой коллега Владимир Викторович сказал об этом. Вот. Я хотел, вот, сразу не стал говорить, Владимир Викторович, я, Виктор Владимирович, да, по лагетам сразу выступаю по поводу инициативы населения. Кстати, вопрос был задан нашим руководителем, да, нашего сегодняшнего совещания, о том, что инициатива населения, она бывает с знаком минус или с знаком плюсом, она бывает с знаком минус. Привожу пример нашего Тобольского района, не буду называть территории. Должен был построиться завод, который бы дал огромные инвестиционные ресурсы нашему району и тому сельскому поселению, где должен был построен. Инициатива населения была против. И она была такая инициативная, эта инициатива, что завод строить не стали. В результате как... В Бувацком теперь построили. Ну да, я знаю об этом тоже, я говорю, не буду называть регионы, но вот просто о примере инициатив населения, которые могут быть даже в минус развитию поселений. Она есть. То есть нельзя говорить, что это только плюс или это только минус. Это можно и так, и так говорить. Так, ну, хочу сказать, работа с молодежью, повышение культуры населения, о чем говорили мы за этим столом, это о том, что молодежь, которая не имеет возможности зарабатывать деньги или не хочет это делать, принимают психотропные вещества, в результате втягивают молодежь другую, а вот именно детские площадки, это спортивные площадки дают возможность, опять же, развивать спорт и здоровый образ жизни. Я хочу сказать, что вот у нас в Собольском районе в этом отношении, в нескольких поселениях были построены спортивные площадки, очень хорошие, очень дорогие, и это действительно будет развивать спорт. Ну и молодежь, вот, допустим, наша, я сам из образования ухожу, прихожу в управление муниципального управления. Поехали. Поехали.